привет всем с вами прайс всем нам как говорится говорят что надо сидеть дома соответственно чем можно заняться в эту прекрасную неделю ну я долго думал что можно придумать так как все сидит дома делать нечего могу посоветовать одну очень интересную идею давайте позаботимся о наших прекрасных конях как говорится вот мой конь и я подумал что давно бы уже пора сделать чистку советую всем заняться чистками своих компьютеров так как они нам нужны они дают нам много интересного много познавательного ну и кроме этого не забываем про игры чтобы игры игрались хорошо надо держать компьютер в чистоте и поэтому предлагаю заняться чисткой нашей техники и сейчас мы разберем его и хорошенько почистим советую то же самое сделать и всем кто смотрит этот ролик но ребят вот мой конек горбунок к сожалению я его не читал наверное где полгода вот тут куча грязи куча пыли нам придется все хорошенько почистить чтобы было чистым и новеньким везде пыли наверху и внизу где только можно да и набралось пыль моему сожалению ну чтоб поделать дома у нас пыльные у всех без пыли никак итак ребята посмотрим что нам нужно для того чтобы разобрать и почистить компьютер для того чтобы начать чистку компьютера нам потребуется фигурная отвертка потому что большая часть шурупов на компьютере фигурные дальше нам потребуется ацетон вата влажные салфетки для того чтобы протереть корпус термопаста и самый главный ингредиент ко всему этому коктейлю это конечно же пылесос важно чтобы он был очень мощным чтобы всасывал пыль даже самых далеких уголков вашего компьютера он позволяет очистить компьютер намного быстрее чем ручным способом но самая главная деталь чтобы насадка вашего пылесоса была пластмассовой а не железной чтобы не было никаких электрических переходов на процессор или другие детали компьютера а а а а а Продолжение следует... После того, как вы с помощью пылесоса убрали излишки пыли с вашего компьютера, корпус можно притереть влажной салфеткой, дабы избавиться от остаточной пыли. Но только корпус. Не пробуйте проделать то же самое на платах компьютера, так как влажность, которая останется после протирания, может коротнуть с хрена. Кстати, термопаста и ацетон нужны тем людям, которые собираются еще и поменять термопасту на процессорах. Далее открутим шурупы с боковины. Продолжение следует... 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 но при чистке очень помогает избавиться от насевший пыли теперь самое главное при когда мы уже начинаем работать щёточкой стряхивая мы включаем сам пылесос соответственно мы стряхиваем пылесос всасывает ее себя и соответственно и дом остается чистым и пыль не оседает на другие части в другие части дома ну поехали и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Поэтому Субтитры сделал DimaTorzok Разбор ДимаTorzok 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 ДимаTorzok